Встреча четыре класса людей, которые перешли возраст 200 лет. Четыре класса. Первый – это люди, которые чисто физическими способами. Примерно я встретился с пятью способами продления жизни. Первый способ – это мой нынешний учитель, у него ученик. Он к нему пришел в виде 33-летнего молодого йога. Он ему дал посвящение, он говорит, нечем вас отблагодарить, я вам просто дам один рецепт. Вот 66 лет назад я был болен туберкулезом и был на грани уже окончания своей жизни. И ему встретился учитель. Он, значит, начал его лечить, потом обучать йоде. И по стечении двух лет он ему дал рецепт. Но, насколько я понял, мой учитель мне пока его не дает этот рецепт. Он, как я предполагаю, из эфирных масел, 66 лет, он его принимает каждый день. Он, у моего учителя, получил, это Крея-йога, вот если кто из вас знаком, вот там 10 базовых ступеней. Он получил 4 ступени и примерно через каждые 3 года он приходит. То есть 4 ступени, это 12 лет прошло. И он в таком же 33-летнем возрасте. Это один из способов, это алхимические препараты. На юге Индии их довольно много. В Америке один ученый, он по старым рукописям воссоздал рецептуру препаратов на основе солей платинового ряда. У него 17 запатентованных препаратов. Сейчас забыла его фамилия. И он начал выпуск этих алхимических препаратов уже на сегодняшнем таком научном уровне. И как только у него пошло производство, буквально в один месяц, все патенты были запечатаны. Он исчез, потом он где-то стал появляться. Одним словом, больше его ни один человек не видел. Вот, то есть, видимо, тема эта абсолютно закрытая. Американский профессор, я как бы по разным странам общаюсь, рядом людей, кто занимается продвижением жизни, он с ним был знаком. Он ему рассказал тоже, по каким источникам он посоздал эту рецептуру. То есть даже до сегодняшнего дня, в принципе, вот алхимические препараты уже на западе стали появляться. А в Дималаях и на юге Индии это довольно частое использование препаратов. Второй способ – это диета-терапия. Диета-терапия и чистки. Вот об одной части я тоже вам расскажу. Мы ее будем проводить. Я надеюсь, она практически нигде в мире не проводится. Не проводится. Ну, так как я думаю, что это просто тоже закрытая тема. Но большинство святых Индии эту процедуру периодически делают. Но люди, которые достигли возраст больше ста лет. Она проводится от 6 до 12 месяцев. В закрытом помещении при низкой температуре даются специальные препараты. И у человека начинает через кожу выходить гной, сжигается жир. Он теряет практически до 20-30 килограмм веса. Срезают ногти, волосы. И в некоторых случаях, если есть необходимость, то есть там можно от 3 до 12 месяцев. Это может дробиться, может частями. Но если полная чистка, то попадают полностью зубы. Вот они делают в 60 лет. А у индийцев, как правило, уже зубов вообще мало остается к этому возрасту. И через примерно 5 месяцев, его температура поднимается до 39 градусов. Поэтому температурный режим очень низкий. И меняются препараты, меняется питание. Он начинает набирать вес. И через несколько месяцев у него идет обновление кожи. У него новые ногти, полностью новые зубы, новые волосы. Я видел людей после этой чистки. Вот мой учитель, сам мастер этой методики. И встречал людей, которые обслуживали этих святых. И через них прошло, как они говорят, до 12 человек. Такая чистка, она длится до года. И на протяжении, наверное, уже лет 12 я все пытался как-то ее посмотреть. И там речь шла о том, чтобы человека привезти в Индию. С четвертой стадии рака или там в терминальном состоянии. И очень дорого они просили. И ряду наших этих очень-очень обеспеченных людей предлагал. И сам готов был бесплатно год как переводчик прожить, посмотреть. Но, к сожалению, тоже никто в это не поверил. Включая Виктора Степана Черномырдина за 40 дней до его кончины. Я ему тоже предложил, что давайте я с вами еду. Потому что там вариант уже не было шансов даже несколько месяцев прожить. И он собрал консилиум. И они сказали, кому ты меришь. Здесь цвет медицины. Вот. Затем его другу, которого я с ним познакомил, тот же самый вариант предложил. Но, одним словом, я так и не увидел эту методику. Сейчас речь идет о том, что мы ее в течение года уже в России целая команда специалистов приедет. Вот уже у нас есть условия. Сейчас рядом сеть клиник. Ну, где-то в течение полгода открываю. Вот в одной из клиник мы будем первый такой вариант проводить. Но мы не будем уже... Там будут наши врачи. Рядом скорая помощь. И две стены будут из стекла, чтобы можно было все время наблюдать. За несколько сот лет ни одного случая смерти у них не было. У них нет. Да, да. Я тоже этот вопрос. Я даже предлагал свою кандидатуру. Они предлагали, да, четвертую стадию онкологии, что они уверены, что на 95% человек не просто выживет, но он извлечится. Пока у меня личного опыта не было, но общение с этими людьми, особенно человек, который 12 человек обслуживал. Там были люди 75 лет. В Индии там ряд святых, которые достигли возраста и не смогли реализоваться. Им иногда, если у них есть выход на... Это определенный пласт людей. Я специально по интернету несколько дней сидел, изучал, есть ли долгожитель, есть ли информация об этих людях. Так как ее нет, видимо, эта тема закрыта. И самое главное, что она закрыта от наших олигархов, от наших политиков, потому что люди, которых там по 100 миллиардов, они, конечно, готовы все отдать. Но соприкосновения с этим нет. Так, это второй способ. Третий способ, ну, самый фантастический. Вот я расскажу, как бы, если кто-то в это поверит. Как бы вот мы с Владимиром Владимировичем вот как-то встретились, пообщались, и он сказал, что давайте мы когда соберемся, просто расскажу. Это как бы для размышления, можно верить, не верить. Это 94-й год, вот мы сошли по Адбабове с Натальей Михайловной Сазановой, приехали на Красна, на Кумбамелу. Сейчас я другого еще святого поставлю. Это люди в традиции, но это уже не долгожители, но люди, которые в традиции долгожители и знают эту систему. Два раза. Два раза нажать. У меня просто Apple. Я разучился пользоваться. Совсем разная система. Все. Замечательно святой. Я примерно его встречаю уже 18 лет. Вот моему учительу 82 года, а это учитель моего учителя. Сколько лет? Он не очень старый, не очень старый, но он в традиции кайя-кальпа. Вот возраст не говорит. И он практически вот за 15 лет, наверное, в моих поездах в Индию, может даже за 20, он на полтора метра вообще никого к себе не подпускает. То есть обычно в Индии, когда подходишь к святому, ну там полагается, кто-то на колени становится, просто ноги. Если у нас вот благословляют, да, руку дают словами, там благословление, если коснешься рук, и у учителя он руку кладет на голову. Вот этот один из учителей, который вообще не входит в контакт с обычными людьми. И очень-очень. И вот благодаря тому, что мой учитель к нему направил, ну я как типа вот выступаю, такой врач-журналист, который собирает информацию, он уделил нам примерно 2,5 часа. Довольно много рассказал о своей системе долголетия, традиции, о своем учителе. Так, третий класс людей, вот я начал рассказывать о Кумбамыре, Аллахабад, 94-й год. Я с этой огромной камерой, мы со Шипадом Бобой, которому тоже, если к этим просто подходят, касаются, к нему там за 5 метров тапочки оставляют сандалии, практически все подходят, ложатся или садятся на землю, касаются. И он такой недосягаемый тоже, абсолютно необщительный, Шиваит, если кто-то знает, те, кто поклоняются Шиве, у них такой подход очень жестковатый к окружающим. Вот, и вот такой случай, мы, я с этой камерой, я примерно заснял много-много кассет, вот может кто-то видел, вот даже, у меня эти кассеты не остались, я вот отдал все сазаново, ну что-то потом мне переписали. Вот, там как раз был случай, когда я заснял японку, она 16 дней была под землей, и вот эти кассеты потом я уже, по-моему, 2 года назад у кого-то увидел себя, заснял. И вот я с этой камерой хожу, и прямо перед нами появляется человек лет 50, вот примерно, сейчас у меня побольше уже, чем 50, блондин, белая кожа, в белом одеянии, и наш учитель, которому все кланяются, сам падает в ноде, значит, и так стоит, взял его ноде. Вот Наталья Михайловна, его ученица 30-летняя, она, точнее, даже 50-летняя, она в абсолютном шоке, как ее учитель может кому-то упасть в ноде. Вот, говорит, снимай, я поднимаю камеру, пытаюсь его, он, значит, поворачивается, что не надо снимать. Вот, я опускаю, они беседуют, это все примерно в 2-х метрах, затем опять, она, давай, снимай, поднимаю, только пытаюсь, он опять, не надо снимать, и опять убираю, ну, минут 15 проходит, затем он так повернулся, улыбнулся, сделал несколько шагов и дематериализовался. Ну, он так же появился, так же и исчез. Вот, мы сразу подходим к Шри-Пап-Вабе, и она начинает, они, ну, кто верит в воплощение, они там много-много воплощения вместе, и она, как бы, любимая ученица, она начинает его расспрашивать, он говорит, и вам посчастливилось увидеть одного из бессмертных учителей. Вот, ну, единственное, что там информация, которую он принес, она не очень положительная, вот, для самого учителя, что он должен через 2 года, как бы, уйти из этого тела, то, что так и получилось. Вот, ну, это было вот соприкосновение, вот, с другим классом людей, которых именно этот класс людей, это уже абсолютно недосягаемый. Вот, второго такого учителя я на 4-х мбомалах приезжал, и у своего учителя, он говорит, вот, будь целый день здесь, и я тебе с ним познакомлю. Он старше намного этого в несколько раз, вот, а возраст этого, он славянин, кстати, славянин, со мной он, как бы, общение не, абсолютно не, не стал общаться, хотя у меня желание огромное было. Вот, и вроде бы даже потом у других учителей, когда я рассказал, ну, многим в Индии я спрашивал про него, и много учителей, он, как бы, учитель вот этого пласта учителей, долгожителей, которым по 300, и он уже перешел грани, то есть он практически живет в тонком теле, и целый пласт людей, которые живут в тонком теле. Ну, и, как мне сказали, что он, вроде бы, даже и русский. Ну, и следующая группа долгожителей, это, вот, Мул Дашев об этом, я так ни одну книгу и не дочитал, вот, только кусочками, что люди, которые в Самадхе находятся, это класс людей тоже довольно большой, вот, но они в полу-таком мертвом состоянии практически кома, и большинство из них, я предполагаю, они потом никогда и не возвращаются к своей уже нормальной жизни. В Аршаме, в котором я прожил несколько лет, как бы мы с учителем так по всей, тоже с другим учителем через два года, мы по всей Инде путешествовали, у них, кстати, есть экстремальная практика неедения в течение пяти-семи лет, то есть они, кроме жидкой пищи, единственное, что молоко и сок, они не теряют вес, не теряют вес, ну, учитель предложил мне, но я первый вопрос задал ученикам, как у вас пищеварение? Ни у одного человека пищеварение до конца жизни не восстановилось. Да, то есть вот такая, как бы, интересная. Я, конечно, сам отказался, сам отказался. А англичанка, которая тоже у него училась, она вот четыре года, когда последний раз я убил, она четыре года была в этом состоянии, неедения, она не потеряла практически ни одного телограмма, вот, но вот такой вопрос был, когда мы в Делле встретились в Аршаме, учитель уже ушел из тела, я зашел в комнату, мне сказали, остановись. И тут она забегает и говорит, как ты посмел в комнату нашего учителя, это моя комната. Ну, я так потихонечку, раз-раз-раз, про себя думаю. Ну, если нет смирения, а какой смысл столько лет голодать? То есть надо пройти нашу православную практику, вот кто из всех православных монастырях жил. Там целая система смирения, даже в церкви, в обычной общине целая система смирения, если человек приходит, и у него начинает проявляться я, его начинают самые, такие духовно уважаемые люди, все так по голове бить, 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 пока он спадает, спадает гордость. Потом проходит два года, это совершенно другое, уже другие вылезают моменты, еще через два года что-то еще вылезает, но он уже, как для обычного мирянина, который приходит, он святой человек. В монастыре начинает что-то вылезать, вот, и потом проходит уже лет восемь, все, он уже, можно сказать, ну, если он как бы правильно, и с духовником, вот, он уже вот становится практически святым человеком, и такие проявления, как ты там в мою комнату, моего учителя, такого уже, конечно, никогда не будет. Ну, вот я так вкратце рассказал, ну, немножко, как бы там встреч было намного больше, но там менее интересные, самые такие яркие. Вот, и пять лет назад у меня возникла идея создать, мне уже перевалило, пятьдесят шестой десяток пошел, и я просто подумал, что надо, да, надо когда-то уже хватит заниматься только лечением, надо создать систему, и по этой системе уже приостановить возраст. И я поехал в Индию в первую очередь, и начал вот своим учителям, с теми, кого я знал, встречаться. Тема абсолютно закрыта, ни один человек никакой информации не дает. Я второй раз приезжаю, уже их прошу, ну, вот дайте, я уже закончил медакадемию, я уже врач, я хочу что-то сделать, открыть центр. Вообще информация закрыта. Я такой, немножко обиженный, вернулся в Россию, и решил, скажем, дипотетически сам начать создавать систему, и, как ни странно, буквально в течение полугода сложилась система, такая, восьмилетний курс, вот я когда думал, о чем, что рассказывать о системе, она примерно на 800 страниц. То есть человек приходит, допустим, ему 55 лет, он 60, он достиг своей реализации, ментальной, духовной, социальной, во всех отношениях он достиг своего пика, ему 55-60 лет, а знаете, сколько вот средний возраст мужчины в России на 2017? 16-е? 62 года, вордио. Они так меняются везде, кто-то 66, но вот я вчера специально посмотрел, 62 года. Представляете, мужчина живет 62 года, а средний мужчина, он достигает своего пика где-то в 55, там какой-то музыкант, или какой-то гениальный ученый, вот, и все, наконец. И вот в Японии, в Гонконге, в Андоле, в Италии, там 84,5 года средний возраст. Женщин там под 90, то есть мы на 20, ну практически на 20 лет меньше живем, чем жители вот этих стран. И вот 5 лет назад у меня возникла мысль, а почему мне сделать систему, если есть знания, если есть знания у других, объединить как мозаику, собрать систему и оздоровить человека, вот как бы вот много этих очень хороших профессионалов в медицине. моя система, она 30 ступеней имеет. Первые 12 ступеней это то, что наши специалисты вкратце представляли, потому что я за 25 лет первый раз такое количество в России вижу специалистов. За границей, вот я сейчас в Японии вернулся, был на конференции, там, да, там собралось больше 100 тоже таких профессионалов, в основном врачи на 90%, и тема была онкология, антистарение. Вот, и я как мозаику стал, вот, разбил на, это вкратце просто расскажу, потому что эта идея, она гуляет, я думаю, что в основном 90% что я рассказываю, где многих людей, они даже больше в этих областях знают, вот, я разбил вот первая ступень, это опорно-облюдительный аппарат, первые две, массажи и сосуды, и первая процедура я выделил. Я только такими кусочками буду рассказывать. А, 7. Тут это совсем коротко, совсем коротко. Первая. Вы читаете, можно? Вы читаете, а вы читаете? Значит, адрес. А, сейчас. Там картинка. допустим, можно на один набор или что-то заблокировано у людей? существует 300 теорий старения человека, там есть генетическая терминеральная, там внутренний тепло, свободный радикал, там и научная. Это да. Я не думаю, милый, я имею в виду контроль земля вредил, потому что есть 37-30 годов. Я думаю, 100% на один. Должны пообщаться. Да, да. Ну, давайте, основной идеей. Первое, это мягкое тело. Вот 55 человек, глубокий массаж, проработка, становится мягкое тело, и мы в 55 лет, в 60, мы становимся на уровне 20-летних. Вот мы когда делаем массаж, вот с ребятами на тренировках, три человека по 100 килограмм становятся, и ходят вначале стопами, потом ребрами, потом пятками, тело становится мягкое, и движение становится не как там в 55-летнем, а становится быстро, ну, то есть можно, скажем, в два раза скорость развить больше рук, ног, чем у 20-летнего человека. Через глубокую релаксацию тела, да? Да, продыхивание и глубокий массаж, то есть активизация надкостницы, и костная, и суставная, вся структура, она становится мягкой. Я сейчас только основной момент. Естественно, остеопатия висцеральная, то есть суставы, позвоночник должны идеально, потом целая система упражнений, в общем, 12 это то, что вот вы все идеально делаете, а с 14 по 25, вот 25 единственное расскажу, тогда, а потом все вопросы будут. Значит, основная причина старения, с моей точки зрения, это неправильное восприятие пространственное и временное, вот 25 это время, вот, то есть мы находимся, ну, это можно сказать и генетически, можно сказать и во временном, ну, то есть нас ввели в полное заблуждение, для нас только прошло, настоящее будущее, у времени 13 свойств. Если мы выходим из вот этой патологической частотности, в которой мы находимся, что мы находимся только в этом времени, это абсолютный обман, потому что просто временные показатели, они совершенно другие. Вот, если мы выходим из этого временного показателя, вот эту частотность патологическую, которая нас разрушает, мы сразу выходим вот из этого обмана. Ну, совсем вкратце, основная причина старения. Вот если вопросы, потом 4 минуты остались. То есть это снятие N-грамма вот этой, да, на старение, да? То есть перепрограммирование идет, да? По своей сути, да, вот с 14 по 25 это снятие программ, которая у нас на 20 ступень, это пространственная тоже программа. Ну, то есть если мы над этим работаем, вот сила притяжения, вот, то есть мы начинаем эту программу управлять, мы прыгаем с 10-этажного дома, мы не падаем. Это тоже программа, она запрограммировали, что да, мы должны тянуться туда, все у нас, и глаза, и лоб, и все, пускай, это программа. Ну, тоже это обман, конечно. Коррективное отношение является программой? Конечно. То есть мы, в принципе, программируем все себя, если не дай бог, ребенок чуть-чуть по-другому начинает мыслить, вот, что, откуда-то он убрался. Мясо ребенок не ест, его родители мучают, что да ты че, давай. Ну вот, вкратце. Спасибо.